Музыка Кузелок Как мне теперь развязать? Ну я твои постирала Вон они слохнут Надо шапочку надеть Вытащай Ты когда их одеваешь Вот за этот Язычок он называется Держи, ладно? Давай Язычок тебе дать? Да Да Спасибо большое Мне пока некогда Штабик А я тебе буду помогать Помогать пока Нечего мне Язычок Ну Размачивайся Прямо так А где там подушечка? На велосипеде Где подушечка? Чтоб сесть Музыка Красота Мама, я хочу На облака Да? Ты что там делать? Будешь на облака Прыгать? Да Да Ага Что? Два ведет? Только синенькая ногу не набирай, ладно? Тяжело Тяжело будет Чего не тяжело Набирай Тяжело Я с одним, а ты с двумя бедрами Набрала? Набрала? Нет Молодец Еще и палочки убираешь Да? Умница Тяжело Видишь как? Давай вместе Давай Дай я тебе помогу Пошли Силачка Ты геракал Штаны накакал Давай 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 О, видишь, я без тебя не смогла Да? Да Так Сейчас я хочу Порыхлить чеснок Но перед этим Насыплю Азофоску И Хочу насыпать Жмых Вот у меня Жмых Этот Жмых я покупала Светофоре И азофоску Я покупала тоже Светофоре В прошлом году Если вдруг Кто недавно подписался У меня появилась Нематода И вот этим я спасаюсь Посмотрим Как в этом году То есть если в прошлом году Я только начала Этот эксперимент Можно так назвать Помогло Лук Я собрала Нематоды Стало намного меньше Нематода Она может быть И в клубнике И в луке Корешки кушать Везде В общем везде И вот жмых горчичный В принципе мне Как показалось Помог Посмотрим что будет в этом году И сейчас Хочу порыхлить чеснок Обязательно Весной его нужно Рыхлить Чтобы дать кислороду Потому что Азимы Да чеснок Я же зимой Назиму его сажала Нематода Также и чеснок Получается может есть То есть она не сам чеснок А как бы корешками этими Всеми питается Соком И вот сейчас Я вот этим всем займусь То есть когда ты Первый раз Насыпаешь вот этот жмых Он действует Как Как Отпугиватель Как Как Дезинфектор почвы Можно так назвать Как дезинфекция А на следующий год Как бы уже в этом году Да то есть я в прошлом году Использовала Он отпугивал все Вот эти букашечки Ненужные Ненужные таракашечки А в этом году Он у меня уже Работает в почве Как удобрение И вот сейчас Я тоже Так же буду делать Чтобы Отпугнуть Его нужно очень Немножко Сыпать Потому что Он довольно То есть Он такой Горячий Может сгореть Могут сгореть Корешки То есть его нужно Очень немножко Сыпать только Вот Ну а За фоской здесь Азот Фосфор Калий Чтобы напиталась Почва Так что Пойду Этим теперь Заниматься У нас Поднялся Ветер Поэтому я одела Повязку Шапку неохота одевать А вот с повязкой Как будто бы Даже получше Я сейчас конечно Монтирую видео Время уже вечер Поэтому возможно Мой голос будет Немножко Уставший И запинаться Вот так подрос У меня чесночок Так хорошо Я прям любуюсь Не на любуюсь Твою тву Чтоб так и было В прошлом году Я такой прекрасный Урожай чеснока Собрала Как никогда Но у меня мама В основном Всегда хороший Чеснок собирает Она вот так же Все это делает Но она Либо мочевины Ну вот какие есть Удобрения Она также В основном Перед перекопкой Даже не только Чеснок Но и перед перекопкой Вообще Все земли Всего участка Она поступает Удобрением вот таким органическим и уже сажает жмых я вот так на глаз сею ветер, поэтому стараюсь пониже опустить свою руку, чтобы сильнее его так распылить ну а дальше вот когда я уже посыпала я уже начинаю конечно рыхлить рыхлю стараюсь поглубже чтобы внести туда ее удобрение потому что чеснок на зиму сажаешь поглубь чтобы он не замерз, не перемерз кстати девчонки, вот рекомендую в очередной раз, в прошлом году рекомендовала купить вот такую вот себе рыхлоуку как правильно назвать она в виде собачьей такой лапки она узенькая, такая удобная, я посмотрю на яндекс маркет, если что, я оставлю ссылку очень удобно ну вот я один раз ее купила в местном магазине хозяйственном потом она у меня сломалась я искала снова, так и не нашла в итоге я купила все за 29 в магазине все за 29, вот у нас тоже магазинчик но не такого хорошего качества конечно, как хотелось бы так как снег сошел раньше трава уже начала расти я чаще всего, вот когда у меня есть свободное время я вот так прохожу в основном где грядки ну если где картошка тоже захватываю и мотыгой прохожу вот так всю траву чтобы она засыхала засыхала и меньше тогда травы вот за счет этого у меня такой чистый участок это меня мама так научила поэтому если вдруг у вас тоже такая погода я рекомендую вам так делать это мотыга, во-первых, земля такая еще мягкая и очень удобно ее тюкать вот здесь у меня клумба ну такая так себе, конечно, клумбочка мама мне дала семена львиного зева и вот я решила ее сейчас посадить не на рассаду, а сразу же посадить в землю, потому что этот цветок, он самосейка и сразу же цветет а когда, ну думаю, зачем я буду на рассаду да, у меня есть свой огород это где-нибудь там, где мама, например далеко ходить, тогда она на рассаду сажает и уже рассадкой высаживает в грунт я решила сделать так выкопала только здесь в этом месте в принципе, здесь не особо и нужно но чем трава будет расти здесь асфальта нету чем будет трава расти думаю, пусть лучше будут цветочки кто не знал, львиный зев это такие обалденные цветы они до самых заморозков цветут и цветут, цветут и цветут я до этого сажала они не такие крупные были а вот у мамы взяла семена он такой аж гигантский я не знаю, может, конечно, это у мамы так а у меня, как получается вот здесь вот солнечное место он и на солнышке прекрасно растет вот поэтому я приняла решение уже посадить так это после чего я вам покажу что вы будете делать и далее я не знаю когда с ними это я не знаю это я не знаю что я хочу ну а дальше я пошла обрезать свою чайную розу какая она колючую не даже листочки колючие почему я ее обрезаю потому что она колючая и она везде свои палки в лицо глаза так как дети не хочется вот поэтому я формирую я ее и подвязывал но она очень разрастать и знаете что в этом году был у нас зима очень морозная до минус 35 доходила думал на перемерзнет нет она не замерзла я посмотрела почки растут все прекрасно это просто вообще великолепно обязательно присажу еще раз точек постараюсь потому что мне много кто просил и вот соседки дала она у нее прижилось а я уже себе в другом месте хочу еще посадить но такая на красиво даже просто кустом формировать очень красиво вот эти ветки закидываю в бочку и уже чтобы сжигать на компостку нет 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 это боже упаси ей чуть заденешь все заусенцы у меня все руки всегда покорябаны никакие перчатки ничего не помогает поэтому уже стараюсь максимально аккуратненько так ну что поработали можно и кофеек теперь попить сижу отдыхаю и такая приятная усталость я вообще сегодня собиралась если честно на тренировку сходить но наверное я никуда не пойду потому что мне сегодня довольно силовая тренировочка такая была не знаю сейчас посмотрим принципе до 11 часов но мне еще нужно помидоры рассаживать и у меня столько дел полы помыть в общем я я ничего не успеваю пишите алвина как пчелка все успевает вообще ничего не успеваю мне кажется у меня было бы ну вот день 24 часа длился я бы все бы эти 24 часа бы работала видимо для так для таких людей как я которые работают 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 много много дел ночи придумано чтобы немножко этот тормозились налила себе кофе у меня вот эта кружка не уже очень очень много сколько года три наверное вот светофоре покупал такая классная кружка жду когда еще привезут так нету так и нету вот девчонки гуляют настя пришла уже со школы сделала уроки валера приехал с работы пошел спать одна я одна я сейчас пойду наверное домой нужно что-то приготовить не знаю я вчера макарон много сварил еще с подливом осталось на ужин думаю с яйцом пожарить что-нибудь такое потому что на готовку мне точно сил не хватит вот на такие вот работы я прям только вот только за только за чтобы я что-то делала потому что работы много ветерок у нас такой сегодня работы много то есть разнообразие такое а готовка для меня это так все одинаково мне вот я уже до этого конечно много раз говорила повторюсь то что для меня готовка это просто даже вот именно поэтому я очень часто ее не снимаю потому что это все намного дольше получается мне кажется только потери времени вообще и поэтому я конечно лучше вот такими делами буду заниматься убираться летом в огороде там до чего-нибудь вот так только не готовить но готовлю куда деваться так интересно а мама у меня конечно она любит готовить я еще сегодня хотела поставить хлеб но так я ничего не сделал так я не поставила ладно может быть завтра посмотрим надоел мне уже этот хлеб потому что делами до этого если я плохо чувствовала сейчас столько в работы накопилось поэтому соответственно уже все сюда и работаю думаю как хорошо то что все таки так быстро снег растаял и все это все так быстро и такая погода ну довольно хорошая все равно еще весеннее потому что больше времени больше времени на работу помню когда вот мы же получается в мае мы мая начинаем уже сажать пахать это в конце апреля ну зависит от погоды да то есть мая у нас прям такой загруженный ты не знаешь за что схватиться не знай тебе траву убирать не знаю тебе какие-то дела делать там розу обрезать вообще даже мусор собирать то есть у тебя стоит огород тебе нужно сажать и ты просто не успеваешь не знаешь за что схватиться вот а сейчас так спокойненько на лайте я даже сказала я сейчас розочку обрезала вот клумбочки левкой посадила до чесночок порыхлила где-то листочки убрала где-то что-то то есть у меня уже начнем огород сажать уже конкретно я буду принадлежать ему до грядкам своим огороду а не так то что ты огород отсадила блин уже темнеет а тебе еще надо вот это сделать и вот и бегом 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 у меня вот часто очень так в основном так и получается не знаешь за что схватиться не знаю куда свои руки засунуть не знаю домой бежать а еще это школа весной столько работы ты в общем вообще как белка в колесе а сейчас даже очень легко я скажу вот хорошо вот сейчас поеду попью кофе что еще буду делать сейчас надо идти домой там девчонки чай попили с тортом там посуда там грязь нужно будет там делами заниматься убираться дома не знаю посмотрю может быть конечно все таки а сегодня тренировку не пойду потому что это чересчур нагрузка будет понятное дело все таки я до этого ошибалась когда я говорила то что мой фитнес это мой огород вообще отчасти да то есть ты все равно занимаешься до как бы у тебя физическая нагрузка но нет того чего ты хочешь там кардинально например опытом себе накачать ноги себе накачать то есть ты уже у тебя конкретно на все группы мышц так все болит и в основном спина спина очень болит вот поэтому допиваю кофеек и иду домой иду домой там порядки наводить